привет друзья сегодня у меня не запланированный будет вам небольшой такой ролик я хочу вам показать вот английский сбор скутеристов у нас опять как в прошлом году он такой у меня это видео оно такое не по порядку будет идти потому что у меня еще много чего вам до этого есть рассказать как я приехала и что меня встретила в моей квартире эта песня конечно но это вот я не могу не показать потому что это прям вот сейчас с пылу с жару посмотрите опять у нас эти выходные будет вот этот вот слет байкеров слет мотороллеров в прошлом году я вам показывала вот опять они тут у нас тарахтят опять они у нас тут заполонили весь центр видите любители пиво попить пошуметь потарахтеть все идет своим чередом вот слышите наверное как шумно вот такой вот центр это все приезжие англичане с маэрленда которые обожают обожают здесь тусоваться у нас вот в этот вот именно уикенд для байкеров ну вот они и там поехали везде я по-моему рассказывала вам мое отношение к этому но я не знаю я вообще-то стараюсь спокойно относиться ко всяким этим фестивалям вот даже гей-фестиваль я показывала в прошлом году здесь у нас прошел вы знаете я не любитель таких вещей и помню что меня народ не понял что я показала вот этот вот гей-парад как вы могли зачем вы нас разочаровали а я считаю что почему бы и нет но все ведь интересно посмотреть но я не знаю друзья это же другая жизнь а потом вы знаете даже вот этот гей-парад для меня он оказался совсем не таким как я его представляла он вполне такой мирный лояльные обычные люди если бы не звучало вот это вот страшная приставка гей но я пить и это мое мнение а там уж каждый думает как он считает нужным сейчас еще вам покажу вот эти тусовки все этих байкера здесь вот если вы видите я иду сейчас конечно по центру райда но тем не менее вот видите много людей у нас всегда много людей именно вот холоде тайм то есть вот летний период отпусков все приезжают сюда к нам отдыхать вот и на удивление теплый август здесь вот сегодня плюс 25 опять на пляже там много людей я вам показывала вот сейчас покажу вам еще вон там байкеры видите хотя вот я называю байкера но это наверно скорее скутер и все таки это шмотороллеры не успела показать вам сейчас ехала опять целая стая этих скутеров ой как они все таки тарахтят и как они воняют я не знаю друзья мне не нравится вот ворчу уже наверное по стариковски да ай господи ай господи все таки у нас здесь есть еще такой знаете тоже фестиваль летом я даже точно не знаю в какое время это фестиваль старинных машин старинных автомобилей приезжают тоже к нам с майнленда очень много людей на своих вот этих авто старинных отремонтированных там есть такие раритетные экземпляры вот это мне нравится я просто в восторге видеть это все ну вот что-то со скутерами как-то у меня любовь не получилось в этом году видите я вам показываю прям совсем все близко эти скопления скутеров в прошлом году я была же занятой пчелкой я работала в это время и я конечно вам показала скину вам опять в правом верхнем углу нажимаете на кнопочку и и увидите прошлый год вот опять вот посмотрите полиция какая красивая английская да тоже так вот вам показываю отвлекаюсь да так вот нажимаете на кнопочку и и вы увидите в прошлом году на этом же самом месте но я просто проезжала я вот так вот уже не гуляла как сейчас показывала вам и в прошлом году был дождь и в прошлом году была мерзкая погода им не повезло а в этом году видите красота какая ну и вот они вот здесь вот у нас это их обычное место расположения видите как их много это сейчас пройдусь туда дальше и вам покажу количество этих скутеров и скутеристов этих оно конечно наверное больше тысячи я так думаю но что-то как-то информации я не интересовалась и информацию не знаю по поводу количества скутеров прибывших сюда но они вот уж так пытаются друг перед другом украшать свои вот эти вот мотороллеры шикарные посмотрите какая прелесть у него даже ягуар здесь прикреплен куча зеркалец англичане в этом плане как дети вот посмотрите еще как классно украшены да посмотрите у него тут и хвосты и флаги и опять сколько зеркал и весь никелированный блестящий вот прям с удовольствием я здесь хожу рассматриваю и показываю вам вот посмотрите у него здесь еще такие хвосты с флагами телепаются идем дальше посмотрите сколько их много здесь полюбуйтесь им конечно тут раздолье обычно на этом газоне вот так вот сидеть не разрешается потому что это центр города но вот несколько дней разрешено оккупировать вот эту всю площадь этого газона посмотрите сколько их там и дальше вдалеке боже мой ой как мне это все интересно нравится ну вот нравится просто ходить смотреть но когда они все вместе начинают тут тарахтеть hello когда они начинают тут все вместе тарахтеть то это уже не интересно вообще что из себя представляет вот этот вот их фестиваль скутеров скутеров сходка так называемая да что она из себя представляет вот со всех городков со всех маленьких больших городов деревушек приезжают вот я говорю сюда к нам на остров файловой только лишь у нас вот это вот сборище скутеров ежегодное очень популярное мероприятие ну и они помимо того что они конечно здесь вот так вот тусуются три дня вот они тут ну кто-то останавливается наверное в гостиницах а кто-то прямо здесь сидят всю ночь пивко пьют вот а потом у них воскресенье такой массовый заезд один всего лишь навсего ну и посмотрите еще какой классный да красивый мотороллер вот смотрю что вам еще тут показать их тут столько много но в основном они конечно такие обычные мотороллеры вообще я к мотороллерам отношусь хорошо положительно я вспоминаю свое детство меня отец катал на мотороллере он имел мотороллер когда я была совсем маленькой девочкой я обожала с ним на заднем сидении куда-то ехать как он меня всегда катал и когда я спрашивала папа куда мы едем он говорил к солнышку к солнышку едем вот ну и всегда куда-нибудь меня привозил к своим друзьям было интересно вот я вот теперь вспоминаю но это было так давно 50 лет назад после этого я так понимаю что у нас в России мотороллеры уже не особо пользуются популярностью да но как бы все уже имеют возможность приобрести автомобили а вот здесь видите это осталось просто как хобби у людей приезжают очень много кстати пожилых просто классно вот видела тут недавно вот молодежи мало посмотрите вот мужчины которые здесь вот посмотрите видите они все вот за 50 да hello они все такие уже в возрасте скажем да мужчины они не молодежь 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 это по моему как раз таки тут и нет это вот эти вот остались те любители я сбиваюсь говорю вам просто так скажем веду свой репортаж опять как всегда что в голову взбредет просто иду и надеюсь что вам нравится посмотреть посмотреть вот это все так вот я и говорю что у нас по моему сейчас уже не осталось этих скутеров мотороллеров ну может и осталось но как то они наверное такие старенькие уже не применяются а здесь ну вот такое ой посмотрите два одинаковых стоят да так вот что я стала тоже говорить что в основном при в основном здесь люди не молодые имеют это хобби и еще самое интересное что приезжают с подружками вот эти вот байкер байкер да или как они скутеристы водители они чаще всего приезжают естественно с подружкой какая-нибудь тоже девушка такая лет под 50 и она с удовольствием тоже с развивающимися волосами в шлеме радостно ездит с ним везде тоже ну и видела один раз такого колоритного вот не знаю сейчас если вы может быть смогу такого еще здесь вам найти то покажу такой колоритный ехал мужик у него борода до пояса и он едет косички заплетены длинные волосы и эта борода вся седая и он на этом вот скутере несется по городу у него эта борода развивается значит сзади за плечом ой так смешно я помню мы с подругой как раз тоже вот увидели его и вместе согласились с тем что ну вот они как дети но но сущие вот они дети понимаете вот в таком виде смешном а он балдеет ему нравится вот ему 60 лет и вот это у него седая борода такая трепещется на ветру на метр и он балдеет от этого вот я так вокруг прошла да видите показала вам ну я конечно не могу сказать что здесь вот уж так уж много всяких вот таких красивых красиво украшенных не могу сказать в основном вот как то они украшают вот как то вот так все таки да ну вот еще вот эти хвосты любят подвешивать сзади флаги естественно Великобритания и Англия видите да вот ну бывает иногда уж очень колоритные очень красивые эти скутеры если увижу вам покажу вот посмотрите здесь что-то продают какие-то наклейки какие-то значки что это я не знаю quite interesting а это переводные картиночки yes lovely ну вот это вот сейчас спросила это по фунту любой за фунт можете купить и приклеить на свой автомобиль все что хотите мне вот что-то вот этот понравился но нет я сейчас еще тогда посмотрю раз любой за фунт то можно наверное выбрать что-нибудь у меня вы знаете всегда получается когда я иду куда-то просто так вот знаете вот сегодня я абсолютно не знала про вот это вот сборище тут скутеристов и я просто сегодня пришла у меня встреча с моим джипи доктором я хочу показать ему те анализы которые я привезла из санатория там я прошла получила все анализы как у меня тоже спрашивали девочки вот смотрите сколько значков сколько красивых значков в основном скутеры да супер пуппер а здесь 3 фунта каждый или 2 за 5 или или 5 за 10 вот такие цены это вот опять же для тех кто имеет такие хобби значков ой посмотрите сколько здесь их этих значков просто великое множество ой супер супер для того кто для того кто увлекается и коллекционирует класс я просто хожу глазею я ничего здесь не покупаю просто тратить деньги что-то уже как-то мне что-то как-то мне уже и не хочется вот даже стикер не купила подумала что слишком я уже великовозрастная мадам покупать мультфильмовский стикер и лепить себе на машину ну и вот вот показала вам основную их вот это вот пристанище они будут у нас еще здесь тарахтеть все выходные да это сегодня у нас пятница 23 августа я не сказала вам и впереди весь уикенд у нас вот будет такой шумный скутеры заполонят опять весь наш город Райт основное пристанище скутеристов этих ну и так же они будут конечно ездить везде по всему острову тарахтеть и мешать нормальному движению транспорта вот так вот вот так вот я считаю так вот я и говорю что я сегодня пришла на встречу со своим джепи увидела вдруг что здесь куча скутеристов точно так же в прошлом году я помню я приехала встречать своего знакомого выскочила сюда он приезжал на ферри здесь вот видите автостанция и здесь прибывает ферри это называется Райт Испланейт место где я сейчас нахожусь центр города Райт так вот я приехала и и господи сбиваясь с мысли и увидела вот этот вот парад гей парад вам его так вот наскоком наскоком показала посмотрите с коляской скутер с коляской кстати как интересно я вижу первый раз а вы и все его фотографируют такой необычный классный да действительно интересно мотоциклы с коляской не это не не эксклюзив не новинка а это вот интересно такой скутер первый раз вижу с колясочкой ну вот друзья если вам будет интересно то я наверное вам покажу как они как они стартуют как они едут это будет надо будет узнать когда это будет то ли в субботу то ли воскресенье у них заезд по моему десять часов утра вот они все там это вы знаете я один раз видела по моему вам уже говорила это был жуткое было тарахтение жуткий выхлоп от них от всех пока они там стояли перед стартом они все газовали радостно друг перед другом вот посмотрите это девушки у них всех то что я вам рассказывала видите вот здесь они как раз все с девушками вот одна девушка стоит слева вот вторая вот третья черненькая красавица и вот там четвертая ну что-то она уж совсем нарядилась а и даже перчатки надела ну вот на улице жара она вы понимаете это вот как раз я по пути то что иду вам показываю я сначала рассказала что девушки тут 50-60-70 лет с ними но они же и мальчики тоже вы же понимаете в таком же возрасте и вот они вот так вот рассекают представляете вот я просто конечно говорю еще раз что они себя по-другому ощущают они не ощущают своего возраста у нас бы наверное если бы вот так вот в 60 лет на таких разукрашенных скутерах мотороллерах 60-летняя бабулька уселась бы с дедулькой да да еще все вот так вот разукрашены хиперски да их им бы наверное все крутили пальцем у виска что они совсем с ума сошли а здесь это в порядке вещей вот насколько по-разному все это ассоциируется здесь и у нас вот так друзья такой коротенький репортаж к вам такой экспромт надеюсь вам понравилось пишите ваши отзывы господи аж подпрыгнула как она меня напугала пишите ваши отзывы пишите ваши комментарии я знаете надеюсь что у нас еще много будет в августе всяких с вами разных встреч не расстраивайтесь те кто может быть подумал что я там сейчас вам только Украину показываю да нет я конечно же вернулась в Англию и свои репортажи я продолжу но к сожалению я опоздала на неделю Каус Вик посмотрите эту прелесть посмотрите эту прелесть супер вот это шотландские овчарки три штучки да и посмотрите женщина которая с ними идет в шортиках посередке вот ей на лет за пятьдесят это слож как раз то что я вам говорю так опять я сбилась так вот неделя Каус Вик где у нас стартуют катамараны в городе Каус где мы с Мартиным в прошлом году гуляли она уже прошла к сожалению это была неделя в начале августа но я думаю что у нас все равно много еще впереди всякого разного интересного что я вам с удовольствием покажу друзья ставьте лайки подписывайтесь на мой канал те кто еще не подписался обязательно смотрите рекламку а на этом я с вами прощаюсь берегите себя всего вам доброго пока пока пока